Сегодня мы начнем с вами серию передач, которую можно назвать серией истории об августе и о вегетарианской эпохе. Мы не будем углубляться в Англию, конечно же, потому что мы находимся здесь и будем изучать, что происходило здесь. И начнем мы с вами с птеридомании. Птеридомании это любовь к папоротникам, но даже не любовь, а страстное увлечение папоротниками, которое охватило Великобританию в XIX веке. Но мы начнем с вами с XVII века, потому что именно в XVII веке сэр Артур Роден, который же недалеко отсюда 26 минут ездил на машине в местечке, которое называется Мойра, привез с Ямайки декоративный папоротник. Он привез более тысячи экзотических растений, но в том числе и папоротник, и построил для них утепленную теплицу с подогревом. И это была первая теплица в Европе такого рода, которая была обогреваемая и могла функционировать круглый год. Поэтому сэр Артур Родена еще называют отцом ирландского садоводства. Вот мы с вами побываем в ботаническом саду, не в том саду, который был создан сэр Артур Роденом, а в нашем ботаническом саду. И мы побываем на родине его друга Сера Ганса Слона, который сыграл тоже очень большую роль в популярности ботаники и экзотических растений, в том числе папоротников, в Англии и в Ирландии. Древовидные папоротники появились около 400 миллионов лет назад, в Девонском периоде Палеозойской эры. Они могут вырастать до нескольких десятков метров в благоприятных условиях, а могут оставаться совсем маленькими, как у нас. Скорее всего, первые теплые обогреваемые теплицы выглядели примерно вот таким образом. И здесь же находится мемориальная табличка, посвященная сэру Артуру Родену и сэру Гансу Слоуну. Почему мы тут находимся, у этого замка Килили? Угу. Потому что здесь жил друг сэра Артура Родена. Ах ты какой друг! Не мешай, я уже рассказала. Хорошо. Друга звали сэр Ганс Лоун. Но он жил не в этом замке. Замок просто красивый. Потому что это более поздний замок. А сэр Друг жил в 17 веке. А, замок 19. Да. Он здесь родился в астроскотской семье. А потом он уехал учиться в Лондон и в Париж. И стал очень-очень знаменитым ботаником, медиком. Уехал на Ямайку. Привез оттуда кучу экзотических растений. И составил каталог на латыни. Привез какао. Придумал, как делать напиток. Это чокол. Вот чокол. Вот. Привез оттуда. 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 Сегодня мы попробуем с вами посадить вот в такую бутылку, один из папоротников, потому что именно так делали в викторианские времена. Видите, здесь есть специальные инструменты для того, чтобы они раздвигаются, можно было внутри что-то рыхлить и скапывать в этой бутылке. Конечно, мы не будем сажать такой огромный папоротник, потому что он туда не влезет. А возьмем самый маленький, вот такой. Что удивительно, у папоротников действительно огромное количество разных видов. Смотрите, как они сильно отличаются друг от друга. И вот этот, например. Совсем другие листья у него. В магазине я видела примерно около 10 разных сортов папоротников. Но все 10, конечно, мы не будем покупать слишком дорого. Вот это специальная земля для ген-бутылок. Такие бутылки называются тоже террариумы, как и террариумы для животных. Сейчас попробую все это туда засыпать, садить в один папоротник и покажу, что мне получилось. Ну вот, наш папоротник теперь находится в бутылке, как вы видите. Мне удалось его туда посадить и закопать такой лопаточкой. На самом деле ему там должно быть комфортно, потому что там влажная атмосфера и чистый воздух не загрязненный. Потому что именно в таких бутылках их выращивали в бутырянские времена. Иначе папоротники погибали от атмосферы, в которой было очень много продуктов сжигания угля, газа и чем раньше топили. В общем, воздух был ужасный в том деле. И поэтому придумали вот такие бутылки, чтобы они выживали. И даже внутри дома они не выживали, если их не выращивали в таких бутылках. Ну, может быть, нам придется его пересаживать. Посмотрим, как быстро он будет расти. Мы туда еще закинем спор других папоротников и попробуем их размножить. Посмотрим, получится у нас это или нет. Потом расскажу, что получилось.